Добрый день! С вами Александр Гузаев и Лид Сахимок. И сегодня у нас в гостях заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике и жительница Химок Ирина Худорожкина. Ирина Александровна, расскажите, как вы начали заниматься спортом? Училась, как все в школе, и к нам пришел учитель физкультуры, очень хороший, Нефедов Федор Михайлович. И он нам прививал все виды спорта. Мы играли в баскетбол, катались на лыжах, у нас были секции, шахматы. И вот уже, наверное, ближе к весне он говорит, Ир, так как я была не маленькая, высокая, говорит, будут соревнования, надо выступить за школу, надо топнуть ядро. Я говорю, а что вообще это такое? Он уводит меня на улицу, дает такой маленький шарик и говорит, ну, примерно вот так. Ну, поехали мы за школу, толкнула я это ядро, не зная вообще, что это такое, выиграла. Там меня увидел тренер Гаврилова Любовь Яковлевна, она как раз в то время сама заканчивала спортивную карьеру и набирала учеников в спортивную школу-интернат города Караганды. Она меня туда пригласила, и вот я после восьмого класса попала в школу-интернат. Там я отучилась два года, начала тренироваться, уже серьезно заниматься спортом. Все-таки поняла, что такое легкая атлетика, мы там бегали, прыгали, выступали на соревнованиях. Вот так я попала в спорт. А вот когда случился тот переломный момент, когда вы поняли, что это уже не просто какое-то увлечение, а это именно уже ваша карьера спортивная? Я установила рекорд от Казахстана. Мы поехали, тогда тоже были всесоюзные соревнования, тогда же было у нас СССР. Мы полетели в город Киев, там я тоже попала в 12 сильнейших. Была я в финале восьмой, меня приметили тренера из Московской области. И вот в восемьдесят пятом году меня пригласили в Московскую область, в город Химки. Через три года, где-то в восемьдесят восьмой, восемьдесят девятый год, я выпила мастера спорта, и были тогда тоже всесоюзные соревнования. Сначала я восемнадцать пятьдесят два, по-моему, я уже так установила рекорд. И мы поехали на всесоюзные в Донецк, там я выиграла первое место. И вот в принципе, наверное, тогда поняла, что это, наверное, моя жизнь или что, эта карьера пошла дальше. Давайте поговорим про Олимпиаду в Атланте, как вы стали олимпийским призером. В девяносто шестом году на чемпионате Европы, чемпионат Россия выиграла, и на зимнем чемпионате Европы я заняла второе место. Кумбернус выиграла, я была вторая. И вот у нас началась подготовка к Олимпийским играм. К Олимпийским играм, конечно, мы готовились, сидели на сборах, тренировались. Как-то мы так вот именно шли к этой цели. Ну вот так получилось, что да, что на Олимпиаде в Атланте я заняла третье место. А давайте вспомним вот этот момент, да, когда вот вы стояли на педестале, вам вешали медали, что вы чувствовали вот в эту минуту? Ну, наверное, гордость за то, что у меня все получилось, за то, что такая девочка из далекого, можно сказать, села, достигла какую-то цель, вершину. Родители были очень рады, у меня папа плакал, тренер был рад. Ну, в принципе, и все были рады, что вот так получилось. А вот когда вы ушли из спорта, когда завершили свою карьеру, как это произошло, и было ли тяжело уходить из спорта? Так что получилось, что я тренировалась, и произошла травма. И из-за травмы я закончила свою спортивную карьеру. А вот помните этот первый день, может быть, когда вы проснулись и поняли, что все, больше нет этих измеряющих тренировок, нет этих соревнований. Что вы чувствовали в этот момент? Была какая-то грусть или просто сказали, хорошо, можно отдохнуть? Ну, не знаю, трудно сказать, ну, потому что, в принципе, я очень долго была в спорте, но, наверное, немножко сначала было и облегчение, что все. Можно побыть с мужем, с детьми, заняться, наконец-таки, семьей. Сейчас, получается, сколько у вас наград есть? Ну, наград у меня много, но такие значимые награды, ну, я считаю, что вот их, наверное, четыре. Ну, даже не четыре, наверное, все-таки шесть. Это два чемпионата Европы идут, зимних. Потом вот Олимпийские игры среди военнослужащих. Потом у меня есть еще медаль, он называется у нас и проводился, не знаю, как сейчас, зимний кубок по длинным метанием. Тоже в Италии я выиграла в 2003 году. Ну, и самое главное, Олимпийская, конечно, награда дала Атланта. Олимпийская, это вот это вот именно бронзовая, слушайте, ну, про красивые медали. И тяжелые. Да? Слушайте, правда, это грамм, наверное, 300 она весит. Бронзовая, да. Так, а получается Европа, это какая? 96-й Сокгольм. Бирмингем 2007-й и Атланта 96-й. Я даже не думал, что они столько весят. Сейчас можете немножко про свою семью рассказать? Ну, муж у меня, мастер спорта тоже по легкой атлетике, толкание ядра. Да, познакомились мы вот в Химках, создали семью. Двое детей, дочь Анастасия. Ну, она занималась спортом, да, принимала участие, тоже есть кубки и медали. Пыталась даже заниматься легкой атлетикой, но потом не захотела. Конечно, большое спасибо мужу, потому что сборы, соревнования, постоянные поездки. Конечно, если бы не супруг, наверное, не было бы этой медали и всех этих медалей, потому что с ребенком занимался, с семьей, да, когда я отсутствовала дома. Ну, и вот родила я себе сына, да, сын ходит во второй класс, так что вот сейчас моя семья. А сын занимается спортом? Да, конечно, мы ходим на баскетбол три года и уже два года на плавание. А вы бы хотели, чтобы ваши дети занимались вот именно большим спортом, делали спортивную карьеру? Ну, я думаю, что в данный момент, я думаю, что желательно бы, конечно, хотела бы, если у него пойдет дальше, если он полюбит, понравится ему это, то, конечно, я была бы только за, возила бы на все старты соревнования, сборы. Сейчас вы живете в Химках всей семьей, а как вы, в принципе, оказались в Химках, почему выбрали именно этот город? Ну, так получилось, что меня пригласили сюда, да, тренера, да, в Московскую область, да, за команду, вот мы ездили, выступали. Мы же объездили, вот, честное слово, весь мир, не то что мир, вот всю страну. Мы были в Алма-Ате, во Владивостоке, кубки, полуфиналы, финалы. Мы были в Прибалске, где мы только не были. Вот было очень много соревнований, да. А за Олимпиаду в Атланте получила квартиру в городе Химки. Ну, город прекрасный, расцветает, все строится, стадионы, смотри, какие площадки, все у нас замечательно. Так что хороший город. Насколько я знаю, вы активно принимаете участие в жизни города, принимали участие в благотворительных забегах. А какую-то еще общественную деятельность вы ведете в Химках? Ну, да, приглашают, вот, общественный совет города по физической культуре и спорту. Мы там заседаем, какие-то вопросы обсуждаем. Вот, приглашают на площадки спортивные, с удовольствием прихожу, провожу мероприятия. То есть вы прям занятой человек в Химках, у вас расписан? Ну, нет, нет, конечно, ну, нет, не придумывайте. Ирина Александровна, спасибо вам за вашу историю. Я думаю, своим примером вы мотивируете, уж если небольшим спортом заниматься, то хотя бы физкультурой. У нас для вас есть небольшой комплимент. Спасибо, что пришли. Спасибо огромное. Спасибо. Напомню, сегодня мы в студии беседовали с олимпийским призером Ириной Худорожкиной. До встречи.